Воймя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В день, когда умер Жванецкий, об этом мне сообщил знакомый в телеграм-канале прямо вот утром, я написал, ох, какое горе, и просто это выключилось у меня из мозга. Вот я не понимаю, что это была за такая штука, это просто выключилось, эта мысль была настолько дика, настолько слова Жванецкий и умер просто не сочетаются, и у меня было много дел в тот день, что я просто вот действительно выключился. И только вечером, когда я уже вздохнул, когда прочитал последнюю лекцию, когда отослал студентам последнее домашнее задание, я вдруг понял, умер Жванецкий. И это просто накрыло, что называется, меня. До меня вот дошло только вечером, то есть я осознал всю глубину этого сообщения. Ну правда, ну невозможно эти два слова видеть рядом. Но когда до меня дошло, я подумал, слушайте, ну каким нужно было быть человеком, веселым, жизнелюбивым и жизнерадостным, чтобы вот против воли ты хотел бы поскорбеть, Но в твоей голове вдруг зазвучали слова, зазвучали причем вот тем же неповторимым живым голосом, слова, знакомые из детства, безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинул? Ты туда, мы здесь, мы здесь, а ты туда? За кулисами крики, плач, кого-то понесли. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Толстая маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Это невозможно забыть. А как все начиналось? Мне 12 лет, кто-то приносит кассету ненадолго, на полдня, перезаписанная 20 раз. У меня хороший магнитофон, панасоник, папа привез из загранпоездки в 80-м году. Мы ставим эту кассету, слушаем, она шипит. Кто это, спрашиваю я, почему он пересказывает за Райкиным? Это же Райкин говорил. Ах, это не Райкин написал, это вот как раз он написал, то есть это читает автор. Так, надо срочно это переписать. Но как, двух кассетников нет. В мой заграничный панасоник требуется шнур с тюльпанами, как сейчас говорят. Да, в Советском Союзе только штекеры вот эти вот, пятиштырьковые такие. Такой шнур предлагал местный барыга за 70 рублей выточить на токарном станке. Но где же взять 70 рублей, когда тебе 12 лет? Эврика, взять магнитофон у соседки. Старенькую, плохенькую, весной. Тетя Валь мне ненадолго, буквально на часок. Счастье, теперь у тебя второй кассетник. Ставишь туда кассету. Динамик соседкиного магнитофона вплотную к микрофону панасоника. Включаешь запись на панасонике, включаешь воспроизведение на весне. Тихо всем! В комнате! Ушли из комнаты все! Бабуля, перестань мыть посуду, перестань пить чай. Час, ша, надо помолчать. Идет перезапись. И с другой комнатой под дверью слушаешь. А тебе 12 лет. В 12 лет немного понимаешь, но заражаешься этой энергетикой. Энергетикой голоса. Потом перестройка. И вот уже его показывают на ТВ. Маленький толстячок, лысый, со старющим портфелем, пританцовывая, читает по бумажке. А уже гомерически смешно. Да, уже 14 и уже все понятно. Потом книга, увиденная в библиотеке у отца в Москве, выпрошенная, прочитанная, с хохотом и ерошением волос. Вот что такое Жванецкий для меня. И вот его с нами нет, но мы-то знаем, что смерти не бывает. И мы молимся о нем, чтобы он в последний момент внял голосу, призывающий благодати Божией. Потому что ведь он тоже все понимал. Подумаешь секреты, через смерть пройдешь и все поймешь, и все узнаешь. И все не страшно. И ты поймешь и ахнешь. Так все же великие ушли. Ну, и ничего, живут. А смерть, что смерть. Так просто перерыв. Спасибо за внимание. Да, Михаил Михайлович, так и есть. Вечная вам память. У меня старый Apple Watch. Но я их когда-то купил из-за того, что обещали ЭКГ. Но долгое время эта функция в России была принудительно заблокирована. И вот, наконец, с Министерством здравоохранения Apple смогла договориться. И ЭКГ разблокировали. Теперь я могу сделать кардиограмму. Правда, как выяснилось, она совершенно не нужна. Поспрашивал знакомых врачей. Всего лишь одно отведение. Непонятно какое. Ну, и только совсем какую-то аритмию можно, так сказать, предсказать. То есть, если тебе прям совсем стало плохо. И ты, значит, сделал себе кардиограмму. В качестве, ну, какой-то дополнительной информации врачу ее можно дать. А так, от сердечных приступов оно не помогает, не предотвращает их, не предупреждает о них. Мерцательной аритмии нет. Ну, и на том спасибо. Apple провела третью осеннюю презентацию. И вот это, ребята, конечно, революция. Айфон 12 оставил меня абсолютно равнодушным. Вот, абсолютно равнодушным. Это инновация, но она совершенно еще сырая. Надо подождать 13-го айфона, а еще лучше 14-го. Вот 14-го это будет настоящий, нормальный, допиленный 12-й айфон. Apple перешла на трехгодичный цикл. Обновления и улучшения это, ну, просто видно уже. А вот новые Mac'и это, конечно, прорыв. Не буду углубляться в детали, но они создали процессор M1. То есть теперь это ARM-процессоры. Как в мобильных устройствах, только лучше. И если действительно правда то, что они говорят, то это означает, что за 75 тысяч можно купить Mac Mini, который будет такой же производительности, как ноутбук за 200 тысяч, вот, который сейчас есть. И это, конечно, совершеннейшая бомба, но это надо еще проверять. Но я буду копить на маленький, вот, свой компьютер Mac Mini. У меня монитор есть, а, значит, клавиатура есть, все есть. Но вот Mac Mini, мой старый Mac Mini 12-го года выпуска, теперь превратился в тыкву, он не будет обновляться. Но теперь вот есть смысл покупать Mac Mini на M1. И я просто очень постараюсь это сделать. И, кстати, вас прошу помочь для нашего служения. Это просто необходимо. Тоже сейчас все-таки нужен такой полноценный компьютер на большой операционной системе. Так что брать надо в рассрочку, но брать. И хотя, конечно, тебе за меньшие деньги обещают большую производительность, но все-таки не могу не пожурить Apple. Apple посчитала все цены в России на свои, так сказать, устройства, исходя из того, что доллар стоит 100 рублей. Оно, конечно, теперь стало очень удобно переводить американские цены в рубли и понимать, сколько оно будет стоить в России. Но Apple доллар по 100 – это как-то too much, как говорится. Новости Википедии такие. Внесли правки в статью «Старокатолицизм». Теперь там есть про Всемирный совет национальных католических церквей, о том, что это консервативные старокатолики, которые против женского священства, женской ординации, против благословения однополых пар и вообще консервативные старокатолики. Немножечко и про меня есть, и про структуру Всемирного совета национальных католических церквей, про провинцию святого Михаила Архангела. Да, удалось даже внести правки в статью «Позиции христианских конфессий» в вопросах гомосексуального поведения и сексуальной ориентации. Также удалось там написать, что старокатолики бывают разные. Есть консервативные старокатолики, которые отрицательно относятся к гомосексуальному поведению, считая его грехом. Это мы. Мы консервативные старокатолики. Ну, а есть либеральные, типа Утрихской унии. Все это очень непросто. Википедия не просто принимает правки, нужны источники, и это хорошо. Все так по-серьезному. Хотя, конечно, некоторые правила Википедии меня лично прямо удивляют. Ну, например, невозможно мне, как священнослужителю, на русском языке называться митрополит Павел Бегичев. Обратите внимание, что статья обо мне называется «Бегичев Павел Александрович». Ну, правда, там справа на странице есть и обращение его высокопреосвященства, и митрополит Павел Бегичев и так далее. Но вот статья должна называться «Бегичев Павел Александрович». Почему-то нельзя. Причем православных священнослужителей можно. Ну, например, митрополит Иларион в скобочках «Алфеев». Но в скобочках фамилию пишут только у монахов. А я не монах. Я не могу написать свою фамилию в скобочках, потому что это будет тогда неправда. Я бы хотел, чтобы было написано «Павел Бегичев». Но это невозможно. Без скобочек нельзя, либо изволь полностью фамилии, имя, отчество. И интересно, что все католические служители, которые есть в Википедии, ну, у которых есть фамилии, имя, отчество, ну, я посмотрел, действительно, статья «Ковалевский Игорь Леонидович». Хотя он священник. Ну, или Климович Кирилл Леопольдович тоже. Он епископ. Ну, белорусский епископ. Но, извините, вот по имени-отчеству именуют его в Википедии. Что, конечно, ну, неправильно. Потому что в России есть не только православное духовенство. Есть в России и духовенство западное, в том числе и женатые епископы, которые имеют право называться просто митрополит Павел Бегичев. Бегичев не в скобках. Павел Александрович – это светское, подчеркнуто, светское наименование человека. Что, конечно, недопустимо в статье про духовное лицо. При этом забавно, что, ну, какие-то устоявшиеся исторические имена и фамилии могут быть и без скобок, и просто. Ну, например, митрополит Стефан Еворский – пожалуйста. А вот митрополит Павел Бегичев – пока нельзя. Ну, видимо, должно пройти лет 300, чтобы было можно. Я подожду. Ой, слушайте, ну, все прям меня забрасывают. Типа, а что вы не скажете про президента в США? Да я не комментирую политические новости. Мне это... Ну, как? Слушайте, вот мне сразу вспомнился Дмитрий Александрович Пригов. Один из моих любимых московских поэтов-концептуалистов. Гениальные его стихи про килограмм салата рыбного я все время цитирую себе. Так вот, Джон же еще в 1983 году написал тоже гениальные концептуалистские строки. Ну, в своем неподражаемом стиле. Вот избран новый президент Соединенных Штатов. Поруган старый президент Соединенных Штатов. А нам-то что? Ну, президент. Ну, Соединенных Штатов. А интересно все же. Президент Соединенных Штатов. Ну, и не более того. Конечно, мне тут все говорят, это сильно повлияет на нашу жизнь, потому что от Америки зависит все. Ребята, все в мире зависит от Господа Бога. В пределе на нашу жизнь влияет только Господь Бог. Если Господу будет угодно, чтобы мы жили хорошо, нам никто и ничто не помешает. Если Господу будет угодно нас как-то еще испытать, значит, будем испытаны. А переживать и печалиться по поводу смены руководителей не наше дело, не христианское. И хватит об этом. В Москве отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса. Ну, вы знаете, наверное, это для бизнеса плохо. С другой стороны, хорошо, что отменили их сейчас. И Собянин, мэр Москвы, так и сказал, чтобы люди не потратились. Чтобы организации, бизнес не потратились на закупку оборудования, товаров и так далее. Чтобы деньги сэкономили. Поэтому сейчас уже говорят, нет, не будет новогодних никаких мероприятий массовых. Никаких массовых гуляний и так далее. Я смотрю, тоже прям все, ах, расстроились. Ребята, да не надо расстраиваться. Ну, лично я совершенно не расстроился, потому что в моей жизни не изменится ровным счетом ничего. Я вдруг понял, что за всю свою жизнь я почти ни разу не встречал Новый год вне дома. То есть, всегда дома. Вот в той семье, где я говорил, что это вот я дома. Ну, сначала, когда мы жили с мамой и с бабушкой. Ну, вот я еще был не женат. Всегда встречали Новый год дома. И к нам приходили гости. Потом, когда я женился в нашей со Светой семье, мы тоже встречали всегда дома. И к нам приходили в гости. Иногда мы встречали вдвоем. Один раз, по-моему, первый Новый год. Потом уже Настя родилась. И к нам гости приходили и так далее, и так далее. Один раз в жизни только я вот вспомнил, проанализировал за 46 новых годов, которые я встретил за свою жизнь. Значит, один раз мы с другом Алексеем Курбатовым, с которым у нас был юношеский такой творческий дуэт «Валенки налево». Я писал музыку, он стихи. И мы это вдвоем исполняли на две гитары. И записали два альбома, между прочим, подпольных, андеграундных. И были жутко популярны. Так вот, мы однажды в пустой малосемейке моей сестры встречали Новый год. Ну, как бы просто небольшой дружеской компании. Но все равно эта малосемейка моей сестры, это можно сказать, что дома. Ну, с другом я встречал, да. Один раз. Мы не пили, что важно. Вот, обратите внимание, какого мы были строгого воспитания. Несмотря на то, что дуэт был, конечно, у нас такой раздолбайски-шутейный. Хотя были там и серьезные песни. Ну, в общем, короче, в этом смысле для меня вообще ничего не изменится. Я даже в Новый год гулять не люблю. Максимум выйти во двор, запустить салют. Зачем? Дома салат оливье, селить под шубой. В телевизоре, вот не смотрю никогда первый канал. Я, знаете, люблю в телевизоре забуриться на какую-нибудь такую богом забытую кнопку. На какой-нибудь канал, который вообще никто не смотрит. Потому что они несчастные, ну, в конкуренции там с первым, вторым. В общем, с федеральными каналами. Они обязательно что-нибудь показывают очень интересное. Какие-нибудь там воспоминания актеров, там еще что-то. Ну, что-нибудь такое вот, интеллигентное очень. Ох, люблю вот с такой тарелочкой салата посидеть и просто это посмотреть. Ну, а, конечно, в 12 часов мы все, всей семьей стоим на коленях и молимся. То есть, Новый год мы всегда встречаем в молитве. Так что и в этот Новый год, если мы все будем здоровы и живы, мы с женой, мамой и сколько там у нас останется с нами детей, потому что старшие дети, наверное, уже пойдут по своим друзьям. Ну, а мы встретим Новый год в семье, как обычно. Конечно, если Бог даст дожить. Ну, а 1 января 2021 года я планирую отслужить мессу где-нибудь вечерком. Так что не переживайте, все будет хорошо. И мессы мы пока служим, и причаститься можно, и исповедоваться можно, и Господь с нами. И даже если умрем, то не умрем. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok